Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Чемпионат мира на носу А другие события, в том числе и футбольные Тоже идут своим чередом Никуда не денешься, надо освещать Поэтому доспим мало Слушайте, так интересно, я просто хотела Зрителям и слушателям рассказать Что здесь до эфира у них уже такая беседа началась У мужчин про футбол Все какие-то серьезные темы Даже какие-то подковерные моменты О которых я не догадываюсь И вот мужчины молодцы Спасибо большое Вы продолжайте, а я буду восхищаться Вот это да Она будет приятна Мы сразу хотим поговорить Если у вас к Вячеславу есть какие-то вопросы Будут комментарии, вопросы, все что угодно В нашей группе ВКонтакте есть специальный пост Вверху он там прикреплен Пожалуйста, оставляйте И вот Сап и Вайбер Плюс 7909, 928, 1, 89, 9 Валерий, прости, съел твой хлеб Вот я тебе говорю, ты только что вообще все Вот ты в следующий раз это сделаешь Говорить сегодня, конечно, будем о футболе В первую очередь о чемпионате мира Который у нас в России проходит Начнет с 14-го, 15-го 14-го матч открытия Россия-Саудовская Аравия Лучше не придумаешь Да, мы об этом еще поговорим более подробно У нас целый час впереди практически А сейчас они какие-то уже пробные начинают Ну, как это называется, подготовительные матчи? Станислав Саламович Черчесов называет это контрольными Все другие люди называют это товарищескими матчами Товарищеские матчи И когда вот они начнутся? Завтра мы играем с Австрией Там же в Австрии, где находится наша команда на сборе Это будет первый матч А второй уже в Москве по возвращении 5-го июня На новом стадионе ЦСКА принимаем Турцию Слушайте, а вот такие вот товарищеские матчи перед чемпионатом мира Я так думаю, наши болельщики Они тоже вот большой толпой собираются Едут в Австрию там, чтобы поболеть в товарищеском матче? Я сильно сомневаюсь Поскольку, если кто и хочет посмотреть И, так сказать, экономил какие-то средства То он купил уже билеты именно на матчи чемпионата мира Ехать в Австрию ради товарищеского матча не думаю Хотя местная русская диаспора, ну, конечно, подтянутся Они играют в Инсбруке И вот все, кто там в округе, все, конечно, приедут Но, опять же, люди, которые себе могут это просто позволить У них наличит не только финансовое время Почему-то не съездить, не посмотреть, не поддержать нашу сборную Ну, в общем, да, если есть такая возможность Так, а давайте какие-то прогнозы Ну, все понятно, но, тем не менее Ничья? Завтра в матче? Да Мне очень сложно сказать, потому что тут нужно понимать, что Черчесов ищет варианты стартового состава Ищет различные тактические схемы наигрывай, да И не факт, что в оптимальном составе они выйдут, да, наша команда Поэтому тут сложно предугадать результат Это он правильно говорит, Черчесов, что это контрольный матч Он будет именно что-то пытаться смотреть, строить, смотреть на состояние Да и результат тут не столько важен Ну, в общем, будем смотреть, естественно, болеть за наших Друзья, мы ненадолго прервемся и вернемся к вам Это «Страна о спорте» на телерадиоканале «Страна ФМ» Доброе утро Я напоминаю, что в гостях у нас руководитель новостной службы издательского дома «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин Владислав, прошу вас Да, спасибо, Валерий Но я еще раз напомню всем, что мы поговорим сегодня о чемпионате мира по футболу Который вот совсем скоро уже стартует У нас в городах наших необъятных Хотелось вернуться все-таки, Слав, к этому Эпичному матчу Эпичному Пусть будет эпичным Поздравить всех болельщиков «Реала» и не поздравить всех болельщиков «Ливерпуль» Посочувствовать им Да, вообще, что это было? Я имею в виду Ну, давай говорите о том голе, когда вратарь кинул практически в ногу А первом голе «Реала» или о третьем? Потому что они оба такие Ну, они оба были Давай оба о двух Ну, я могу сказать только одно Я не до такой степени специалист в вратарском искусстве Чтобы вот именно разбирать так вот подробно, да, анализировать Я могу сказать одно Ларису Кариусу, вратарю «Ливерпуль» всего 24 года Пример Буфона, которому 40, да, фактически Показывает, что это для вратаря совсем не возраст Плюс это его первый финал в жизни Первый финал Лиги чемпионов Я думаю, что парень просто банально перегорел И оказался морально-психологически в первую очередь Не готов к этому матчу Отсюда и ошибки Ведь даже когда Бейл забивал свой шедевральный мяч второй Через себя когда? Да, через себя бисеклетой Вроде бы никаких вопросов нет Но обратите внимание, на повторе это было четко видно Кариус в полете за мячом Почему-то убрал руку ближайшую к мячу И стал уже приземляться То ли подумал, что мяч выше уходит То ли еще что-то Но это тоже свидетельствует о какой-то психологической неуверенности А уж первый и третий голы Но это чистой воды, я считаю, психология Там еще был какой-то мяч, когда он угадал движение Да, он зацепил его рукой практически Но удар был настолько сильный, что он просто пробил вратаря Я вот не помню, какой это был гол по счету Третий, наверное Третий, наверное, да Да нет, это банальная ошибка Вы вспомните, как Акинфеев пустил в 2014 году В стартовом нашем матче с Южной Кореей То же самое Мяч хлопнулся в ладошки и свалился туда за линию Здесь примерно то же самое То ли он дезориентирован был То ли не принял решение отбивать или ловить Удар-то, ну да Мячи летят сейчас как пластмасса Да, удар сильный Бубейлон поставленный Но расстояние до ворот чуть ли не 40 метров Ну как? Слав, ну еще один вопрос, который интересует практически всех болельщиков Я думаю, что без исключения, что с Салахом Теперь с его плечом И готов ли он Отремонтирует ли врачи его к началу чемпионата мира? Ну, не сомневаюсь практически, что так и поступят В конце концов сыграет на морально-волевых На уколах Затейпирует плечо и так далее Дело в том, что Салах, ну безусловно, самая главная звезда сборной Египта И они приложат, ну максимум усилий, чтобы его подтянуть Да и травма, судя по всему И судя по последним высказываниям В том числе Египетской Федерации Представители Египетской Федерации Не настолько страшная Другое дело, что нужно иметь в виду Нашим, поскольку мы соперники Египта И соперник, наверное, наш основной Египет Что далеко не в Салахе там дело Египет очень мало пропускает И отлично действует в обороне Мужчины, давайте прервемся А потом к Салаху вернемся еще раз Да, обязательно вернемся Ты выбрался и мы сейчас выберемся Но прежде, так сказать, когда вы выберетесь на большую арену К зрителям и слушателям, друзья Я вас опять-таки немножко перебью Потому что 8-909-928-1-89-9 Ватсап, вайбер, смс-сообщение Срочно задавайте вопросы Все, что вас интересует по поводу футбола Потому что у нас в гостях руководитель Новостной службы издательского дома Спортэкспресс Вячеслав Короткин И он очень любит отвечать на вопросы С утра пораньше Готов Слав, ну есть несколько вопросов, которые мы, наверное, объединим Вот в один блок, который сейчас у нас прям стартовал Это, значит, вот Симак-Зенит Из Зенита вытекает Манчини, который ушел в сборную Италии Который сыграл Саудовской Аравии Который будет нашим первым соперником на чемпионате мира Ну давай вот сначала начнем С Симака, наверное, да, с назначения Простите, а вы с Салахом вообще закончили там вот по поводу... А, кстати, можем добить Салаху в хорошем смысле этого слова Да я бы добил бы в любом смысле Все-таки хочется, чтобы Россия вышла из группы Но это я, конечно, шучу Здоровье Мохамеду Если уж побеждать, то побеждать сильнейшего, да Так вот, что касается Салаха Я не думаю, что Салах в матче с нами станет самой главной проблемой российской сборной Дело в том, что Египет очень грамотно и организованно играет в обороне И забить им, возможно, даже сложнее, чем не пропустить от Салаха А я думаю, что по турнирному раскладу нам нужно будет обязательно побеждать Вот, и это большая проблема То есть с Салахом или без Салаха обороняться они в любом случае будут здорово Сможут наши вскрыть вот эту вот консервную банку? Ну, пока, пока, пока мы не видели товарищеских матчей, такой уверенности нет То есть проблема не в том, что забьют они нам Проблема, может быть, в том, главное, что не забьем мы Боюсь, что может быть и так, да Боюсь, что может быть и так А ничья в этом матче, стратегически учитывая календари наших соперников и нас самих Это очень невыгодный результат для нас Слушай, ну поскольку мы зашли уже в чемпионат мира, да, давай тогда, значит, с Египтом у нас вторая встреча будет Второй матч в Санкт-Петербурге, да А в Москве, соответственно, мы играем первый матч Саудовской Аравии Открываем чемпионат мира матчем Саудовской Аравии Сыграла в ничью 2-2 Да И это такой сигнал, мне кажется, не совсем приятный для нас Да или нет? Нет, я бы не сказал Во-первых, нужно иметь в виду, что Италия сейчас, мягко говоря, не та Собственно, поэтому она и не участвует в чемпионате мира К моему большому сожалению, я поклонник этой команды с 1982 года С тех пор, как они стали чемпионом мира Вот в то бы время кто-нибудь сказал, да, что сборная Италии не будет принимать участие в чемпионате мира Ну да, Пауло Росси бы очень удивился Да, это во-первых Во-вторых, это все-таки первый матч под руководством Роберто Манчини Который перебрался туда из «Зенита» И он тоже нащупывает какие-то связки кандидатов Он вернул Болотели Он после долгого перерыва позвал Кришета, который тоже покинул «Зенит» Слава, прощи, пожалуйста, сейчас перерыв как раз мы будем нащупывать все остальное по футбольной теме, друзья Совсем скоро будете здесь Хорошо, что по футбольной Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф А у нас никаких тайн от вас нет, дорогие друзья Все рассказываем в прямом эфире Это «Стране о спорте» Влад Кутузов Здесь у нас, значит, Вячеслав Короткин Здесь Валерия Майорова Которая, вы знаете, как-то не попала на ту срочку Глазами сразу растерялась Но вот Владислав у нас не такой Он совершенно точно помнит, о чем нужно спросить Я помню, что мы закончили на сборной Италии На товарищеском матче с Саудами Смотрите, какая память феноменальная у человека Ну смотри, Слав, что получается, из «Зенита» значит «Манчини» ушел в сборную Италии Теперь в «Зените» на «Симак» Сегодня вечером на базе клуба «Вудельный» Теперь уже район Петербурга, да Разросся, так же, как и Москва Должен официально заключить контракт, да И быть представлен команде, там, группе определенных болельщиков Да, сегодня мы ожидаем, что это случится Слушайте, мы уверены в том, что это случится сегодня К «Симакому» сейчас чуть позже вернемся Я хотел вернуться в данный момент к «Манчини» Как вообще, вот что говорят за кулисами, да «Манчини» совсем не правильно Потому что «Зенит»-то начинал, все же говорили, что «Зенит» будет чемпионом вообще 99% А потом вон оно что получилось Ну а потом сдулся, да Но я могу высказать свое личное именно мнение о «Манчини» Возможно, оно не совпадет с мнением кого-то или большинства Ну не думаю, что большинства Но это было бы интересно очень Ну, посмотрите просто всю его историю Как он приходил в клубы, причем клубы высокого уровня Он выиграл чемпионат Италии, чемпионат Англии Как он уходил? Как правило, он нигде не дорабатывал до конца контракта А вот почему, кстати? А потому что происходила плюс-минус та же история, что и в «Зените» Начинал за здравие, даже выигрывал титулы Потом начинались какие-то непомерные требования по селекции Какие-то постоянные жалобы Пропадал контакт с коллективом, с раздевалкой, как говорят спортсмены И в итоге досрочное расторжение контракта И переход либо на новую работу, либо там в небольшой творческий отпуск Некоммуникабельный он, в общем Он не то, чтобы некоммуникабельный На мой взгляд, он, как бы вам сказать Во-первых, мне кажется, он перепиарен Несмотря на то, что он был чемпионом Италии и Англии На мой взгляд, его реальный класс не соответствует его имиджу Но у него хорошо работает его команда Именно в этом отношении Потому что Манчини знают все И для всех Манчини это величина Есть не номер один, а номер два, три Потому что у него и футбольное имя как игрока Изначально за него было Но на мой взгляд, он перепиарен именно как тренер Это первое И второе, ну да, он не то, чтобы никому не говорил Он, наверное, не очень гибкий А где-то в каких-то случаях он намеренно шел на разрыв Вот сжигая мосты, чтобы получить неплохую неустойку Чтобы быть уволенным, не уйти по своей инициативе Потому что в Зените-то все обоюдно случилось Получить хорошие деньги Отдохнуть, не знаю, год И пойти доить новый клуб Какой хитрый, а? В общем, не все у него хорошо как-то Да нет, у него как раз все хорошо Не хорошо было у нас, теперь хорошо уже Да, вот Зениту во второй части сезона был не очень хорошо Зениту, да Ну что, друзья, давайте еще раз Мы прервемся не на то Валерий, сообщите, пожалуйста, наши координаты А, пожалуйста, 8-909 Плюс 7, нужно правильно говорить Плюс 7, 909, 928, 1, 89, 9 Это ватсап, вайбер, смс, а также вк.ком, слэш, страна.эпм Да, скоро мы продолжим и вернемся к футболу Будьте здесь Вот мне кажется, наши гости так по вторникам говорят Из издательского дома Спортэкспресс Что одна дорога ведет она на теле радиоканал Страна.эпм Итак, руководитель новостной службы Издательского дома Спортэкспресс Вячеслав Короткин Вот видите, я сейчас всю должность произнесла Никуда глаз мой не попал мимо Даже не ошиблась Я старалась очень сильно, да Так, мы начали опять какую-то интересную тему И пришлось нам прерваться Про Манчини мы с вами все досказали? Ну, возможно Ну, а что, Манчини закончил «Зенитом», уехал в Италию Дальше нас уже не особо интересует И у него все хорошо Ну, в общем, да, и у него все хорошо За Манчини не переживайте Слушай, Слава, у кого еще не будет точно никаких проблем Ну, потому что как-то он хороший, мне кажется Персонаж это у Зидана, конечно же, да Третий раз же, да, он приводит Третий раз подряд выиграна Лига чемпионов При этом он не может победить Ну, не смог победить в этом сезоне В Испанской лиге Но Лига чемпионов, я думаю, затмевает все И Зидан, да Величина оказался не только на поле Но и за бровкой Да, вот я тоже хотел об этом сказать Это же вот нечастый случай, когда играющая звезда Да, звезда футбола, реальная абсолютно Бывшая звезда футбола Становится и прославленным тренером Уже вот, уже состоялось Ну, есть и исключения Например, Франц Бекенбауэр, чемпион мира И в качестве футболиста, и в качестве тренера В 90-м году немцев привел к победе Кого еще можно спать? Йохан Кройф, великолепный футболист И создавший прекрасную Барселону А есть обратные примеры, поправь меня, если ошибаюсь Диего Марадона, у которого вроде как и не особо получилось Как у тренера, да Как у тренера, конечно Не сказать, что прям шедевр А были наоборот Вот, например, Гус Хидинг, Дик Адвокат Они были крепкими футболистами по голландским меркам По высоким голландским меркам Но не Кройфы Ни один, ни второй Тренеры, ну, входили в свое время в число топовых, например Жозе Маурини вообще в футбол, по сути, не играл профессионально Леонид Слуцкий Тоже профессионально практически не играл в футбол А тренер по российским меркам топ Слушай, давай к нашим Все-таки к Зениту, да? Как ты думаешь, опять же, прогнозы как специалисты Просто как болельщик, просто как человек, который в футбольной теме Насколько он в состоянии, Симак, поправить дела Зенита? Если некорректный вопрос, поправь меня Я бы не сказал, что он некорректный Просто у меня нет четкого ответа и четкого понимания по этому поводу И только ли от него там все зависит? Ну, вот все то, что произошло, имеется в виду, да? Перспектива, которая была в чемпионате России И потом то, что получилось Нет, ну, за результат всегда отвечает тренер, как известно И если у победы много отцов, то поражение сирота Папа один у него, это тренер И в любом случае отвечать придется Симаку Получится или нет, мне сложно сказать Мне бы хотелось, чтобы получилось Потому что после очень долгих лет, когда Зенит возглавляли иностранцы Правда, иностранцы хорошие, добивавшиеся результата Но все-таки попробовать россиянина, который и в качестве игрока три года отдал Зениту И потом работал в тренерском штабе достаточно долго Потом возглавлял и достаточно успешно Уфу Вот дорогу молодым, что называется Вот пусть он ее осилит, эту дорогу Мне бы хотелось, чтобы получилось Получится или нет, вот тут покажет только время Не могу вам сказать Ну да, кстати, вот время, как у нас сегодня, особенно быстро летит, как мне кажется Друзья, у нас небольшой перерыв вновь И к вам вернемся очень скоро Страна ФМ и Спорт Экспресс представляют Стране о спорте Лайф Эх, Страна ФМ представляет и не представляет, как хорошо нам с вами, друзья, бывает Но, тем не менее, выход последний, поэтому давайте-ка, что не поняли, это была строчка из песни Мы что должны были в этом моменте сделать? Мы должны были как-то улыбнуться Аплодировать? Особо тебя аплодисментами, да, действительно Искупать молодцы Да, что у меня вот гибкий, интересный ум Спасибо большое Вот Антоха меня любит Вот Антоха мне всегда ставит аплодисмент Так я к чему? Мы, значит, с вами прошлись по всем вот футболистам, которых мы вспомнили Давайте как-то вот ближе к телу Вот, допустим, человек ходил, 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 ходил И вдруг внезапно осознал, какой вообще раз в жизни бывает такое событие Вообще мировой, планетарный масштаб Говорит, думаю, пойду, пойду, вот прям вот сэкономлю на всем и пойду Билеты-то можно достать еще? Насколько я понимаю, можно достать билеты на ряд матчей достаточно интересных Но так называемой первой категории, то есть самых дорогих По чем? Ну там, по-моему, от 15 тысяч идет Рублей хоть? Рублей, рублей На какие-то матчи уже гарантирован аншлаг Ну, например, на все матчи сборной России в группе Включая, естественно, матч открытия Еще ряд матчей уже полностью продан Да, включая даже вот эту первую категорию Также можно приобрести билеты на матч Панама-Тунис Который состоится в Саранске Вот на него билеты есть еще и более дешевые Вот это я знаю Вот что касается билетов Купить сейчас достаточно сложно, если говорить о бюджетном варианте Небюджетная еще возможность сохраняется Слава, а скажи, пожалуйста, интересный вопрос У нас минутка буквально остается до финала программы Ну, как у нас обыватели считают обычно, да? 15 тысяч стоит билет На футбол, условно говоря, и все сразу думают Ну, понятно, билет стоит, конечно, 3 Ну, а остальные там, сколько получается Накрутили наши, да Остальные 12 наши накрутили, как обычно Поэтому билеты у нас Или мы имеем какое-то отношение к формированию цены На билеты в футбол чемпионат мира? Вот эти разговоры чушь полная Потому что все, что касается билетов и билетной программы Это прерогатива FIFA Это все под FIFA Даже наш оргкомитет не может ни повлиять Ни как-то, ну, знаете, как говорят Помочь по блату Это невозможно То есть цены формируют они и только они, больше никто Вопросы только к FIFA, наши тут абсолютно ни при чем Вот и все претензии туда-то, вот, наговаривайте на наших А наши все честные Да, пожалуйста, в ЦУРИХ пишите Есть имейл официальный, пожалуйста А нет, по-нашему-то понимают? Ну, можно по-английски написать Даже как-то вот, когда вот наши невиноваты Как-то хорошо стало на душе Как-то легче стало Вот в чем-чем в этом вообще Вообще никак не виноваты Ну что, будем заканчивать, наверное Руководитель новостной службы издательского дома «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин был у нас в гостях О многом мы хотели поговорить О многом мы, кстати, успели сегодня поговорить Ну что-то успели, что-то нет Ну и что, вы придете к нам? В следующий раз договорились Позовете, приду Слава, обязательно Большое спасибо Было круто и по-спортивному, по-футбольному, как всегда Спасибо Счастливо Друзья, мы тоже прощаемся Всем благ Пока